Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина и сегодняшнее видео о моей абе и ее абятах. О том, как они себя чувствуют на данный момент. У меня о материнском растении уже есть два видео. Обе ссылочки будут в подсказках и я ее уже пересаживала и в одном из видео я удаляла желтеющий у основания лист. В том же, во втором видео я отрезала от этой абы, хотя нет, в первом видео я отрезала после пересадки вот этот пенечек. Во втором видео я уже показывала, что на этом пенечке появились две деточки. Потом, впоследствии, этот пенечек дал и третью деточку. Их я покажу тоже обязательно. Сейчас, пока я расскажу о материнском растении. Закончила я второй видеодневник в апреле, получается полгода назад. За эти полгода этот фалинопсис и сам помучился и меня замучил. Ну, во-первых, у него еще один лист пошел желтеть у основания. Пришлось удалять еще один лист откуда-то вот отсюда вот с этой стороны. И я уже, я его просто удалила, не стала ничем не замазывать, ничего не стала делать. Видите, шейка чистенькая. Я уже давным-давно не замазываю максимум, ничем не замазываю. Могу просто в растворе подержать горшочек, но замазывать я перестала, потому что под замазыванием не видно, что происходит с шейкой. Желтеет она дальше, не желтеет. Если она под замазанной частью желтеет дальше и этого не видно, этот момент просто пропускается и затем уже становится поздно спасать орхидею. Поэтому я перестала замазывать. Вот. И он у меня пострадал, как некоторые мои орхидеечки, от клеща. Вот эти вот белые пятнышки, вот эти покусы, это все клещ орудовал у меня летом. Летом я их обрабатывала от клеща несараном всю свою коллекцию. И сейчас вот этот новенький листик, он уже растет чистенький, как и все новенькие листочки на других моих фаленопсисов. Слава богу, все чистенько, все хорошо. Единственное, вот этот вот лист, он тоже новый, тоже домашний за эти полгода. И вот так вот он закрутился. Не знаю, с чем это связано, с клещом, или просто с мутацией какой-то. Понятия не имею, с чем это связано. Ну, новый лист растет ровненько. Ну, да ладно. Ну, и за эти полгода он нарастил, вот эти парочка воздушных корней у него были. Он за эти полгода вот их вырастил вот до такого размера. И этот корешочек стал длиннее. И вот еще несколько воздушных корешочков у него выросли. И в горшочке тоже, что меня радует, в горшочке корни тоже растут. Потому что, когда я отделяла, почему я решила отделить в предыдущем видео вот этот пенечек, потому что сверху корни росли. Я его с воздушными корнями сажала. А те корни, которые были в субстрате, вот эти вот корни, этот пенечек, они не росли почему-то. Поэтому я решила их ударить. А сейчас, за эти полгода, корешочки, вот эти воздушные корешочки, с которыми я его сажала, они спокойненько растут. И вроде как пока что все с ним хорошо. Не знаю, что будет дальше. Видимо, этот фаленопсис очень любит, просто любит желтить от шеи листья, избавляться от них таким образом. Или он до сих пор борется с болячкой, или он ее уже поборол и больше не будет так себя вести. Этого я не знаю. Это покажет только время. Ну, пока стоит. Цветение этого фаленопсиса я не вставила в видео, потому что его цветение знают все. И оно есть на обложке видео. Так, ну, а деточки? Начну с полива, потому что обязательно кто-то спросит, как я поливаю такие пенечки. Вот так вот и поливаю. Наливаю водички. Вот буквально пару сантиметров воды. Прям голыми корешочками стоят у меня пеньки. Иногда бывает немножко субстрата на низу. Ну, все равно вот пару сантиметров водички в емкость. Он у меня стоит так вот пару часиков, и потом я сливаю. Иногда каждый день поливаю, если есть охота. Иногда через день. Ну, как пройду мимо, как взбредет в голову, так и поливаю. Ничего страшного с ним не случается. Стоит с голыми корнями, стоит, ничего не морщит. Как и отношусь к этим пенечкам, как и к вандочкам своим. Ванды у меня тоже все с голыми корешочками. И на этом пенечке здесь три деточки. Вот эта деточка самая младшенькая. Они небольшие совсем. Тут я на днях поранила сама листочек. Когда сгнивший корешочек удаляла. Жалко, конечно, маляпусечка. И у этой деточки один корешочек буквально. Вот он, пара сантиметров. Всего один корешочек. Вот эта деточка самая крупненькая. У нее два корешочка, но оба они мелкие. Причем я сначала думала, что у нее тоже один корешочек. Потом смотрю, нет. Вроде как два. Но буквально по одному сантиметру. Вот один здесь торчит. Растущий. И второй вот этот корешочек. Вот он. Он не растет на данный момент. Хотя там что-то кончик как-то немножечко зеленеет. Вот эта деточка самая старшенькая. Но она почему-то самая маленькая. Видимо, она опустила все силы на этот корешочек. Потому что у нее корешочек самый длинный. Он сантиметров пять. И вот она растит корешочек. Сама пока маленькая. И вот из трех деточек. Вот эта тоже слегка пострадала от клеща на нижних листочках. Двух есть небольшие такие вот точечки, покусы. Но этот листик из серединочки тоже растет здоровенький. Вот такое вот самочувствие у мамы и детишек спустя полгода. Детишки за это время вели себя нормально, вели себя хорошо. Я надеюсь, что они и дальше будут вести себя хорошо. Листочки, вот новый листочек лезет из центра. Вроде не крутят. Вроде бы ровненькие, хорошенькие. Скоро они, как только подрастут немножко корешочки, они отправятся к новым хозяюшкам. Ну, а за этой красоткой, конечно, за этой красотой я буду дальше наблюдать. И мне... у меня сейчас один вопрос. Я вот... ну как, не вопрос, а такие размышления. Я просто думаю, заглубить ее этими корешочками или не трогать ее. Ладно, пускай уж растет как хочет. Она еще немножечко вот так вот из-за того, что розетка тяжеленькая была, корешочков было мало, воздушных, с которыми я ее сажала. А верхушка получилась тяжелая из-за такого соотношения. И поэтому немножко вот на бок завалилась. И вот думаю, может ее заглубить. А тут заглублю, опять начнет что-нибудь желтеть. Кто ее знает. Вот когда она зажелтела, очередной лист с этой стороны, уже вот последний раз, когда это было, я его сняла, не стала ничем замазывать, потому что давно уже не замазываю. И тут замажешь, и не видно, желтеет под замазанным, не желтеет. Если желтеет, то можно вообще опоздать уже. Ничего не поможет. Гниль пойдет далеко уже в шею, и все. Можно опоздать и не спасти совсем растение. А так, я вижу, что ствол чистенький, здоровенький. Максимум я просто держу в растворе с максимум корешочки. Замазывать уже перестала. Уже очень давно не замазываю. Ну вот и думаю, посадить ее поглубже и поровнее. Или уж не трогать. И тот лист сняла, тоже ничего не стала замазать. Уже в прямом смысле подумала, да фиг с тобой, ладно. Как хочешь, хочешь живи, хочешь не живи. Как захочешь, что хочешь, то и делай. Уже, наверное, надоело. Ну, пока живет. Пока все нормально. Корни растут. Листика растет. Ну, посмотрим. Буду держать вас в курсе. Спасибо вам всем большое за ваше внимание. За ваш интерес к моему каналу большое спасибо. За интерес к моей группе ВКонтакте. Спасибо большое тем, кому стало любопытно, что у меня за группа ВКонтакте. Это группа об орхидеечках, о фиалочках. Ссылочку на нее найдете в описании под видео. Делитесь моими видео в соцсетях. Не стесняйтесь, не стесняйтесь оставлять комментарии. Ну, и всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok